Голландская школа Питер Класс, также называемый Питер Класс из Гарлема, писал прекрасные реалистичные натюрморты, в которых тщательно создавал быт городских бюргеров. Художник является одним из наиболее важных мастеров натюрморта золотого века Голландии, добившийся поразительной простоты и эффектной атмосферности в своих произведениях. В его работах чувствуется любовь к вещам окружающего человека в повседневной жизни. Родился художник Грасте Бентхейм в Бургштайнфурте в 1597 году. Найденные документы позволили установить, что 21 мая 1617 года Класс женился, через год у него родилась дочь Генриетта, а в 1620 году появился на свет его сын Класс, будущий знаменитый пейзажист Класс Берхем. В 1650-х годах, уже став известным мастером, Питер Класс вернулся на родину и поступил придворным художником на службу к владельцам замка Бентхейм. Изображение этого замка, куда не раз приезжал Класс Берхем вместе со своим другом Яковом ван Рёздолом, можно увидеть в двух одноименных картинах этих мастеров, находящихся в собрании Дрезденской картинной галереи. Арнольд Хаубракен в своей книге «Говоря о Берхеме» сообщает, что последний был сыном Класса из Харлема, писавшим в начале картины с рыбами, а позднее маленькие работы, в которых он изображал стол с различными сладостями, разложенными на серебряных блюдах или фарфоровых мисках. Эти первые натюрморты Питера Класса с изображением рыб, о которых упоминает Хаубракен, не дошли до наших дней. И самые ранние из его сохранившихся картин относятся к 1621-1627 годах. Все они написаны ещё в традициях нагретых столов. Об этом говорят их следующие особенности. Высокая точка зрения на предметы сервировки, безрота колорита и обособленная расстановка вещей на свежевыглаженной дорожке, постеренной поперёк стола. В то же время в этих картинах чувствуется уже иной подход к постановке натюрморта. Заметно, что художник пытается выработать свой собственный стиль. К композиции этих работ внесена заметная асимметрия. Изысканная роскошь и импозатность сервировки сочетаются здесь с почти нарочитой небрежностью. По праву, эти ранние работы класса могут считаться предтечиями последующих роскошных натюрмортов второй половины XVII века. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Значительную часть своей карьеры Питер Класс посвятил натюрмортам с ограниченным набором предметов, которые выполнены в приглушенных тонах. Тем не менее, он обладал уникальной способностью вносить разнообразие в своей картины с помощью тонких нюансов в композициях, выбора и расположения объектов, передачи эффектов света, отражений и текстур. Предметный мир обретает свою философию. Каждая вещь создана умелыми руками, будь это свежевыпеченный хлеб или бокал тончайшего стекла, изготовленный искусным мастером. Вещи служат человеку, создают необходимое тепло и уют, украшая его жизнь. Одним из излюбленных сюжетов Питера Класса была утренняя трапеза, изображение скромного завтрака, накрытого на углу стола. С помощью самых простых средств он превращал повседневные, однотипные, привычные оловянную тарелку с сельдью в значимую сцену, излучающую красоту. Его натюрморт с горящей свечой и завтрак свечиной демонстрирует тонкие вариации родственных монохромных цветов, которые в позднем творчестве художника стали более выраженными. Можно долго рассматривать натюрморты класса, на которых каждый предмет выписан так тщательно, с такой превосходной передачей фактуры материала и игры света на его поверхности, что невольно задаешься вопросом, может ли эта вещь на самом деле быть столь хороша, сколь она прекрасна в данной картине. Продолжение следует... Класс также выполнил несколько картин в жанре ванитас, аллегорических натюрмортов, включающих символы смерти или непостоянства, которые напоминают об эстротечности жизни. Например, натюрморт с черепом и гусиным пером. В картинах мастера все имеет значение, ничего не случайного или второстепенного. Каждый предмет может рассказать свою историю, и все они повествуют о бытии горожан 17 века. КОНЕЦ Говоря о биографии Питера Класса, можно сказать, что после смерти первой супруги живописец женился во второй раз. От второго брака у него было две дочери. Учитель Класса также неизвестен, но его самые ранее датированные работы напоминают тщательно выполненные натюрморты антвеберских художников Клары Петерс и Осиаса Берта Старшего. Класс разнообразил свои настольные композиции едой и напитками, курительными принадлежностями и музыкальными инструментами, скрупулезно выписывая осязаемые детали и световые эффекты. Он стремился усилить иллюзию реальности, располагая предметы на столе так, чтобы они, казалось, отделялись в пространстве. Субтитры создавал DimaTorzok Между 1630 и 1640 годами палитра художника стала почти монохромной и более приглушенной, но к началу следующего десятилетия в картины вернулись драматические цвета и композиции. Вероятно, это произошло под влиянием роскошных натюрмортов Яна Девитса де Хэма и Абрахама ван Бейрена. На более поздних картинах класса иногда можно найти виноградные лозы и листья, написанные Рулофом Куцом. Рулофом Куцом. Инновационные решения класса и его уникальная способность комбинировать один и тот же набор предметов, во множество оригинальных и очень интересных композиций оказали влияние на художников как в Гарлеме, так и за его пределами. Когда в 1628 году живописец из Гарлема, Вильям Класс Хэда, начал создавать свои натюрморты, он обратился к работам класса за темами, а также композиционными и стилистическими решениями. Голландский министр Самуэль Ампцинг отметил картины класса и Хэда в своей похвале городу Гарлему в 1628 году, а поэт, ученый и композитор Константейн Хейгенс в 1647 году включил класса в список художников, достаточно квалифицированных для украшения зала «Славы дома Аранских» в Хэйстенбосс, резиденции голландской королевской семьи на окраине Гаагии. Однако нигде документально не подтверждено, что класс участвовал в этом. Славы Испус Художник продолжал и работал до конца жизни. У класса помимо сына были другие ученики. Флорис ван Дейк, Кристиан Беренс, Флорис ван Сходен, Эверт ван Алст и Ян Янсон Трек. Теперь работы живописца хранятся в коллекциях Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Национальной галереи искусств Вашингтона, Эйкс-музеума в Амстердаме, Музея Прада в Мадриде и других международных институтов. Субтитры создавал DimaTorzok